Всем хай! И добро пожаловать на канал Брутального Повара Металлиста. В этом видео я впервые познакомлюсь с производителем Фитоформа, которого, кстати, мне порекомендовали вы. И я попробую их печеньки, точнее десерты низкоуглеводные, Фруталайт и Чоколайт. Я заказала ассорти этих десертов на Wildberries. Они мне пришли в простой коробке, без какого-либо дизайна, поэтому нет смысла ее показывать. В коробке 7 штук по 55 грамм и столько же вкусов. Стоило это все 888 рублей, то есть за штуку примерно 127 рублей. Это, если честно, дорого. Все равно, что покупать за такую цену какой-нибудь фит-кит в рознице. Ну вот сейчас узнаем, стоят они того или нет. Давайте посмотрим, какие тут вкусы. Первый вкус. Банан. Интересно, он мне понравится или нет, потому что вообще мне не нравятся банановые вкусы, вы это знаете. Так, следующий вкус. Апельсин. И, кстати, почему-то это печенье Чоколайт, хотя апельсин это фрукт. Ну ладно. Третий вкус. Манго. Интересненько. Не часто такое попадается. Четвертый вкус. Ваниль. Пятый вкус. Вишня. Вот вишневые вкусы я, кстати, люблю. Шестой вкус. Шоколадный чизкейк. Интересное такое название. И седьмой вкус. Карамель. Ну что, поехали пробовать. Пробовать начнем, конечно же, с бананового вкуса. Здесь такая упаковочка в салатовом и голубом тонах. Изображено пирожное по типу чукопая. Указано кабыжу порции. И также отмечено, что здесь нет сахара, муки и крахмалов. Сзади расписан состав. И уже кабыжу на 100 грамм. Если честно, такой кабыжу я вижу впервые, потому что они тут расписали усваиваемые и неусваиваемые углеводы и калории. Это, если честно, очень круто, если они сделали это правильно. Здесь у нас 8 грамм белка. Чуть-чуть побольше жиров. Практически столько же. И углеводов больше всего. Но пищевые волокна составляют 21 грамм. В то время как усваиваемые всего 6 грамм. Калорий здесь тоже довольно мало. Даже если бы они все усвоились, то на порцию было бы всего 103 калории. И если это так, то это очень круто. Потому что пирожные объемные и при этом очень низкокалорийные. Что касается состава, то он мне, в принципе, здесь очень даже понравился. Здесь используются в качестве подсластителей эритрит, мальтит, стевиозит и изомальта олигосахарид. Также здесь есть семечки подсолнуха. Есть миндаль. Какао тертое даже в глазури. Масло какао. Какао-порошок. К счастью, глазури не на заменителе. В начинке, я так полагаю, в качестве стабилизатора используется желатин. Есть даже сам банан сублимированный. Ну и, конечно, натуральный ароматизатор и натуральный краситель, экстракт сафлора. В целом неплохо. Меня все устраивает. Давайте ее откроем. Так, довольно легко открылось. Такая объемная пироженка. Не совсем ровная, правда, но все равно прикольно. В запахе я довольно сильно ощущаю сладкий банан. Как ароматизатор, так и, кажется, сублимированный банан тоже чувствуется. Очень напоминает запах банановых конфет. Я такие не очень люблю, но вроде неплохо. Ну, давайте ее разрежем. Я почему-то думала, что суфле здесь не будет такой пират, и она будет похожа на Чокопай, но нет. Какая-то она неровная. Так. Суфле вроде не прилипло. О! Что-то она прямо такая ярко-желтая, как будто здесь куркумин. Тут, кстати, почему-то само печенье желтое. Суфле чуть светлее. И по весу она очень легкая. Ну, давайте пробовать. Ну, знаете, суфле тут по текстуре совсем не похоже на Fit Kit. Оно более плотное. Такое. Более какое-то воздушное, что ли. Точнее, в нем больше воздуха. Короче, более сухое. Во. Точно. Так же, как и бисквит. Немножко суховатенько. Что касается вкуса. Печенька довольно сладкая, но непритерная. И я здесь, кстати, не ощущаю особо сильно банановый ароматизатор. Я чувствую именно вкус сублимированного банана. Это плюс. Кстати, когда ее откусываешь, она так прям сдувается во рту. Ну, в принципе, съедобно. Но мне как-то Fit Kit больше нравится по текстуре. Суфле тут еще более-менее. Но вот бисквит как-то суховат. А глазурь, кстати, вкусная. Если вы любите банановые вкусняшки, то думаю, что такую можно попробовать. Она тем более такая низкокалорийная. Но лично я конкретно данный вкус больше брать не буду. Посмотрю на остальные. Может быть, что-нибудь мне понравится, и я закажу снова ассорти. Переходим к следующему вкусу. Апельсин. Здесь уже такая зелено-оранжевая упаковочка. Изображено такое же пирожное. К бжу есть небольшие отличия. Здесь меньше белков, меньше жиров и меньше углеводов, чем в прошлой печеньке. Ну и, конечно же, это печенье менее калорийное. Если смотреть на порцию, то вообще вот 68,5 калорий у вас усвоится. Это вообще очень мало, и это круто, если это так. А вот состав, если честно, мне здесь понравился меньше. Тут используются те же самые подсластители. В принципе, все те же ингредиенты. Но от апельсина здесь есть только ароматизатор. Нет никаких цукатов, хотя можно было бы их, в принципе, добавить. И еще, что странно, здесь, помимо экстракта сафлора, есть еще кармин. Лично я не понимаю, зачем в апельсиновом печенье кармин. Было бы логичнее добавить какие-нибудь каротины, потому что апельсин оранжевый. Да, это странно. Ну ладно, давайте откроем. Так, тут такое крупное пирожное. И тоже суфлешка как-то вылезла. Так, это что у нас тут такое? Походу, она полежала немного. По запаху пирожное напоминает какой-нибудь апельсиновый мармелад в шоколаде. Аромат такой очень насыщенный. Явно не пожалели ароматизатора. Но, в принципе, пахнет аппетитно. Ну, давайте заглянем внутрь. Тут, по-моему, более нежное суфле, чем у прошлого пирожного. О! А бисквит тут, оказывается, шоколадный. Вот почему называется чоколайт, а не фрукта лайт. Кстати, суфле тут по цвету действительно какое-то красноватое больше, чем оранжевое. Понятно, что тут кармины. Ну, давайте пробовать. Знаете, мне кажется, что бисквит здесь более влажный, чем у прошлого пирожного. Суфле по текстуре вроде такой же. Но хорошо держит форму. Плотненькое такое. Воздушное. Ни к чему не прилипает. Что касается вкуса. Ну, во-первых, это очень в меру сладко. А во-вторых, они вбухали сюда столько ароматизатора, что он даже горчит. Как какая-нибудь корка апельсиновая. Ну, честно сказать, не совсем удачный вкус, потому что я ела какие-то более приятные апельсиновые вкусняшки, печеньки. Здесь же явный перебор с ароматизатором. И если бы его было поменьше, то, возможно, мне бы даже понравилось. А так, если говорить о вкусе, то, как ни странно, мне прошлое пирожное понравилось больше. Но по текстуре лучше это. В общем-то, съедобно. Но я повторно брать такой вкус не буду. Так же, как и предыдущий. Наверное, я их даже на одно место в рейтинге поставлю. Следующий вкус, который мы попробуем, будет манго. Цвет этой упаковки, кстати, почти не отличается от прошлого пирожного. Что касается кабыжу, то здесь оно, как ни странно, абсолютно такое же, как у первого пирожного бананового. В составе, в принципе, тоже мало что меняется. Но я не поняла, что здесь забыла сублимированная вишня. У меня почему-то складывается впечатление, что фитоформа, так же, как некоторые другие производители, занимается просто копированием составов со своих других пирожных. И таким образом делает одинаковые составы просто для всех вкусов. Это странно. И, кстати, здесь снова есть краситель кармин. И я не понимаю, зачем он в манговом вкусе. И зачем вишня в манговом вкусе. Я понимаю, если бы тут была сублимированная манго, но вишня. Ну ладно. Давайте я подложу дощечку. Сейчас откроем и проверим, действительно ли тут есть вишня. Так. А до жары немножко пирожное подтаяло. Запах, кстати, у него совсем не такой сильный, как у прошлого пирожного. Очень такой нежный, приятный аромат. Чувствуется манго. И у меня такое впечатление, что реально ощущается запах вишни. Ну давайте его разрежем. Сейчас я, наверное, вся буду в шоколаде. Так. О! Такое же оно желтенькое. Суфлешка здесь оранжевая. Ну давайте попробуем. Выглядит и пахнет, во всяком случае, весьма аппетитно. Слушайте. Их точно надо есть подтаявшими. Я думала, что они суховатые, но так как в суфле тут используется желатин, благодаря высокой температуре он немножко плавится и суфле становится очень нежным. И бисквит тут, кстати, совсем не такой сухой, как у первого пирожного. У второго он был чуть влажнее, но здесь он прямо самый мягкий, как губка такой. Что же касается вкуса, то я здесь не вижу и не чувствую ничего сублимированного, ни вишни, ни манго. Не знаю вообще, зачем они написали сюда вишню, потому что ее здесь нет. И вкус манго здесь, кстати, действительно довольно слабый, так же, как и запах. И мне, если честно, это даже нравится, потому что нету ощущения, что пирожное прям какое-то химозное. Вот у прошлого пирожного был слишком резкий, слишком сильный вкус, и это намного хуже. Вот этот вкус мне нравится больше. Пока что это пирожное лучше, чем два предыдущих, и я думаю, что буду, наверное, заказывать такой вкус снова. Четвертый вкус на пробу будет ваниль. Здесь у нас упаковка в таких зелено-голубых оттенках. КБЖУ у этого пирожного абсолютно ничем не отличается от КБЖУ апельсинового пирожного. И мне почему-то кажется, что они просто сделали одинаковое КБЖУ всем пирожным чоколайт и всем пирожным фрута лайт. Хотя, в принципе, от апельсинового пирожного это отличается только ароматизатором и тем, что здесь нету красителей. В остальном в составе все то же самое. Нет никаких сублимированных фруктов, никаких ягод. Ну и я, если честно, не уверена, что здесь натуральный ароматизатор. Ну, не знаю, посмотрим. Давайте я подложу дощечку и откроем его. Кстати, очень легко это открыть. Так. Ну, внешне выглядит так же. По запаху у меня это почему-то напоминает какой-то дешманский ванильный зефир или конфету суфлейную. Ну, видимо, ароматизатор тут все-таки ненатуральный. Давайте ее разрежем. Ой, что-то она как будто бы плотнее, чем прошлые. О, напоминает вупипай. Знаете, за такую цену они бы могли и ванильную пасту в суфле добавить, между прочим. Да, пахнет как зефирчик. Ну, это пирожное куда менее нежное, чем прошлое. Хотя, может, это потому, что оно не подтаявшее. Оно действительно чуть более плотное и суховатое. Мне кажется, по текстуре ближе к первому. Суфле. Какое-то оно очень невысокое. Здесь его довольно мало. И оно такое плотное. Действительно напоминает какой-то не самый дорогой зефир магазинный. Если честно, я думала, что я вообще здесь не почувствую ваниль, но нет. Она ощущается. И мне почему-то кажется, что это ванилин. Реально такой вкус. Не как у настоящей ванили, а именно как у ванилина. Короче, я не знаю, действительно ли здесь натуральный ароматизатор. Но это пирожное как-то меня не впечатлило, если честно. В целом, оно приятное, съедобное, довольно вкусное, в меру сладкое. Но немножко суховато. И вкус ванилина. Хотя вкус этот не сильный. Но суфлешки мне хотелось бы побольше. И хотелось бы, чтобы она была понежнее, как у прошлого. Заказывать такой вкус отдельно я точно не буду. Но, может быть, закажу в ассорти. Пятый вкус, который я попробую, будет вишневый. Здесь такая симпатичная розово-зеленая упаковочка. Что касается КБЖУ, то оно здесь, как вы могли догадаться, абсолютно ничем не отличается от КБЖУ других пирожных фрута лайт. У меня на этот счет возникают небольшие сомнения. Но если учесть, что составы здесь практически не отличаются, можем поверить. Здесь в составе снова есть сублимированная вишня. И это уже логично, так как этот вкус вишневый. А вот что забыла вишня в манговом вкусе, я не знаю. Я там ее не почувствовала. Также тут есть натуральный ароматизатор и один краситель. Это, конечно же, кармин. Ну, не люблю я этот краситель. Лучше бы какой-нибудь свекольный сок использовали. Ну, ладно, в целом состав неплохой. Давайте откроем. Ой, она что-то не хочет открываться. О! Такая пышная пироженка. Здесь я чувствую очень яркий вишневый аромат. Довольно сладкий. И напоминает опять запах каких-то не очень дорогих магазинных конфет. Типа с каким-нибудь вишневым суфле или, может быть, вишневый мармелад. Ну, в целом более-менее аппетитно. Ну, давайте заглянем внутрь. Так. По-моему... Ой, что-то суфле тут какое-то липковатое. Так. Ну, цвет у него не особо химусный. Попробуем-с. Что-то мне подсказывает, что они тут опять переборщили с ароматизатором. Ммм. Консистенция тут... Мягче, чем у прошлого пирожного. И у бананового. Напоминает манговое. Тут такой воздушный бисквитик. Не сухой. И нет. Суфле ничуть не плотнее. Очень даже нежное. И нет. Все-таки мои ожидания не оправдались. И с ароматизатором они, слава богу, не переборщили. Потому что на вкус очень даже неплохо. Десерт в меру сладкий. Чувствуется лишневый вкус. Не очень сильный. Вполне приятный. Но! Никакой сублимированной вишни я здесь опять не вижу. Смотрите. Ничего здесь нет. Куда они ее дели? Странное обстоятельство, конечно. И еще мне кажется, что я здесь чувствую в бисквите прям такой ощутимый яичный привкус. Не знаю почему. Может мне просто кажется. Но это в принципе ничего не портит. В целом неплохой десерт. Не могу сказать, что я как-то прям впечатлена. Но я думаю, что он встанет где-то наравне с манговым. Может чуть похуже. Но все-таки я не понимаю, куда делась сублимированная вишня. Почему ее здесь нет? Вот это какой-то облом, какое-то недоразумение. Но в целом десерт неплохой. Думаю, что периодически я бы могла его заказывать. Но скорее всего буду брать только в ассортим. Переходим к следующему шестому вкусу. Шоколадный чизкейк. Здесь у нас такая серо-голубая упаковочка. Не знаю, будет ли тут чувствоваться чизкейк. Но посмотрим. В составе и КБЖУ изменений практически нет. КБЖУ абсолютно такое же, как у других пирожных Чоколайт. А в составе меняется скорее всего только ароматизатор. Тут написано натуральный. Хотя я не знаю, как можно сделать натуральный чизкейковый ароматизатор. Но и здесь хотя бы нет никаких красителей. Это хорошо. В остальном состав ничем не отличается. Поэтому давайте я подложу дощечку. И откроем. Немножечко помялось пирожное. Аромат у этого пирожного приятный и довольно интересный. Я здесь чувствую запах шоколадной глазури. Что-то похожее на зефир. И почему-то как будто бы отдаленно ощущаю какое-то печенье или вообще кукурузные хлопья. Не знаю почему, но я чувствую такой вот аромат. Ну давайте его разрежем. Ой, что-то его расплющило прямо. Так. Ну, внутри опять похож на лупи-пай. Судя по цвету суфле, в него добавили немного какао-порошка, потому что оно такое коричневатое. Ну, давайте пробовать. Бисквитик тут довольно мягкий. В принципе, не сухой. Хотя посуше, чем у прошлой печеньки. Точнее, пирожного. Почему мне хочется назвать их печеньками? Что же касается вкуса, то в нем я ощущаю вот такой же странный привкус, который я чувствую в аромате. Какая-то смесь зефира, кукурузы. Что-то непонятное. Я не могу понять, что это за ароматизатор, но это явно не чизкейк, не сыр. Как будто даже, не знаю, ванилин здесь есть. В целом, в общем-то, неплохо. Интересный вкус. Но это не чизкейк. Просто какое-то бисквитное пирожное с привкусом химоци какой-то. Я, если бы не знала, что это шоколадный чизкейк, я бы ни за что не подумала, что это вкус шоколадный чизкейк. Странный вкус. Однако, это пирожное понравилось мне больше, чем некоторые другие, которые мы уже попробовали. Поэтому, в принципе, я бы могла таким снова перекусывать. Но отдельно заказывать такой вкус не буду. Ну что, переходим к последнему седьмому вкусу. Карамель. Здесь такая желто-голубая упаковочка. Что касается кабыжу и состава, то, как вы могли догадаться, здесь практически ничего не меняется. Кабыжу здесь абсолютно такое же, как у всех других пирожных Чоколайт. А в составе меняется только ароматизатор. Тут опять написано, типа, он натуральный. Но я не знаю, какой может быть натуральный ароматизатор для карамельного вкуса. И еще здесь опять есть красители экстракт со флора и кармин. И, честно говоря, я не понимаю, зачем кармин в карамельном вкусе. Вообще, какой-то странный у них выбор красителей. Я бы уж тогда добавила какой-нибудь карамельный колер. Ну, ладно, давайте я подложу дощечку и откроем. Ой, как-то оно неравномерно заглазировалось. Ну, в общем-то, аккуратное. Пахнет пирожное аппетитно и очень даже приятно. Я чувствую чисто шоколадный аромат и что-то такое напоминающее печенье. Почему-то карамель я не ощущаю. Ну, давайте заглянем внутрь. Мне кажется, оно более плотное, чем другие пирожные. Так, и суфлешка тоже, видимо, более стабильная. Ну и, кстати, она светло-коричневая. Зачем тут кармин? Ну, давайте пробовать. Пахнет очень необычно. Ммм. Нет. Это пирожное не суши, чем все остальные. Довольно мягкое. А суфле в текстуре действительно немного отличается, но текстура приятная. Бисквит тут, конечно, не такой нежный, как у того же вкуса манго. Но зато суфле, мне кажется, оно какое-то более сочное и довольно нежное. На вкус это в меру сладко, но я как-то не чувствую ничего карамельного. Я чувствую вкус глазури и какой-то очень-очень слабый вкус суфле. Даже запах, по-моему, сильнее, чем вкус. Ощущается такой очень слабый привкус. Опять же, напоминающий какое-то печенье, как в запахе. Но это точно не карамель. Короче, какой-то странный вкус. Он меня как-то тоже не впечатлил, как и в прошлый. Хотя в прошлом вкус был более выражен. В целом, съедобно, конечно, вкусненько. Но повторно заказывать такой вкус отдельно я бы не стала. Может быть, только в ассорти. Ну а теперь давайте подведем итоги. Я решила сделать рейтинг из шести мест, потому что на одно место у меня пойдут два десерта. Итак, на шестое место у меня идет апельсиновое пирожное. Потому что там был самый такой химозный вкус. Очень сильный, резкий. И как-то он мне не зашел. Он даже немного горчил. Поэтому, пожалуй, я дам ему последнее место. На пятое место идет ванильный вкус. Потому что там я почувствовала тупо ванилин. На вкус это было как что-то дешманское. Типа дешевого зефира из магазина. Короче, не прикольно за такую цену. Четвертое место я отдала карамельному пирожному. Хотя на вкус оно мне понравилось значительно сильнее, чем ванильное и апельсиновое. Но как-то в нем вкус вообще был не выражен. Это минус. На третье место у меня идут два десерта. Это банановый и шоколадный чизкейк. Банановый, как ни странно, мне более-менее понравился. Хотя я вообще не люблю банановые вкусы во всяких там протеиновых вкусняшках, в конфетах, сладостях и всем таком. Хотя сами бананы я люблю. И вот как раз в этом банановом вкусе не был так ярко выражен банановый ароматизатор и чувствовался сублимированный банан. Это было довольно приятно. Хотя текстура у него была суховатая. Ну а шоколадный чизкейк был в целом неплох на вкус. Но это опять же было не похоже на чизкейк. На второе место у меня пойдет вишневый вкус. Я, в принципе, люблю вишневые вкусы во всяких сладостях. Но тут он был какой-то немножко схемоцой. Поэтому, к сожалению, на первое место он не попал. И да, несмотря на то, что там была прописана сублимированная вишня, я ее не почувствовала и не увидела. Ну а на первое место идет вкус манго. Как ни странно, я не очень люблю манговые вкусы. Но здесь он был очень приятный, не сильный. А самое такое, что мне понравилось в этом пирожном, это то, что там был самый мягкий, самый такой упругий бисквитик. И очень нежное суфле. В целом, ассорти, конечно, неплохое, но за такую цену я его покупать больше не буду. Если оно будет продаваться с какой-нибудь существенной скидкой, то я, может быть, и возьму. А так нет. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Пишите в комментариях, пробовали ли вы такие пирожные от фитоформа. Или, может быть, пробовали какие-нибудь другие их вкусняшки. У них там есть еще зефир, печеньки, торты. Еще, короче, много всякой продукции, которую я тоже хочу попробовать. Поэтому мне будет интересно почитать, что вам понравилось, а что нет. Также хочу сообщить, кто еще не знает, что я создала страницу на Бусти. Там я публикую большие рационы, обычно на две недели. Это лечебные рационы, рационы для похудения. Ну и также планирую наполнять свои Бусти другими видами эксклюзивного контента. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok